Всем хай! Меня зовут Алекс и сегодня я буду рассказывать историю создания песни Лас Крисмас. В воскресном вечером Риджли и семья Майкла ужинали в лондонском особняке. Во время ужина вся семья сидели на диване и смотрели матч Манчестер Юнайтед против Лутонтаун. Через некоторое время Джордж резко вскочил с дивана и побежал на второй этаж. Спустя час в гостиную с довольной улыбкой ворвался Джордж. Он попросил Эндрю, чтобы он поднялся наверх. На втором этаже стояло фортепиано, на котором мальчишки обычно мусицировали. Джордж сыграл вступление и соблазнительную задумчивую мелодию. «Это был момент рождения чуда», — сказал Риджли. Джордж создал музыкальную химию и превратил самую сущность Рождества в мелодию. Он положил на этот мотив историю о неразделенной любви и, как это часто получалось, тронул сердце. Мелодию будущего рождественского хита Джордж записал на четырехканальный магнитофон для того, чтобы не забыть. В августе 1984 года Джордж заперся на студии и в одиночку доработал трек. Он написал полный текст, исполнил вокальные партии и даже сыграл на всех инструментах. Звукоинженер Крис Портон хотел подыграть на колокольчиках, но Майкл в отрез отказался и сделал все сам. Результат трудов Майкла публика смогла оценить в декабре того же года. Как раз в разгар праздничного сезона состоялся релиз. Сингл Last Christmas занял второе место, а все средства от его продажи также пошли на благотворительность. Вон направили прибыль в фонд помощи голодающим Эфиопию. В итоге Last Christmas стал самый продаваемый в истории британских чартов трек, не достигший первой строчки. В 1984 году песня не была выпущена в качестве коммерческого сингла в Соединенных Штатах, и поэтому она не могла быть включена в чарт Billboard. Однако в 1998 году Billboard изменил свои правила, и после неожиданной смерти Джорджа Майкла на ждество до 2016 года, песня наконец дебютировала в ход 100. 1 января 2021 года, спустя 36 лет после первоначального релиза, Last Christmas наконец-то заняло первое место. Интересные факты Last Christmas однажды стала предметом судебного разбирательства. После выхода сингла на Джорджа Майкла подала в суд компания Dick James Music, владевшая правами на песню Can't Smile Without You, которую в конце 70-х годов записали певец Барри Меннилоу и группа The Carpenters. Майкла обвинили в том, что его композиция сильно напоминает песню в исполнении Меннилоу. Тем не менее, спор удалось урегулировать, вне суда. Клип, который вы все знаете, стал классикой. Этот клип снимали в октябре на швейцарском курорте Засфер. Джордж постоянно влезал в процесс съемок и добавлял в картинку какие-то детали. В Европу позвали всех близких друзей, чтобы отлично провести время и снять их в массовке клипа. Давайте подведем итог. Last Christmas стала первым полноценным хитом Майкла, после которого он задумался о сольной карьере. С влом и без группы Джордж продал в сумме 115 миллионов пластинок, записал кучу хитов и превратился в невероятно успешного исполнителя. Кому понравилось мое новое видео, поставьте лайк. Если хотите видеть мое новое видео на тему истории создания песен, включите уведомления и подпишитесь на канал. С вами был Алекс, с наступающим Новым Годом, всем удачи, всем пока!